Всем доброго дня, дорогие друзья. Как меня видно, слышно? Вижу, что уже видно и слышно, да? Ну, для начала я представлюсь. Я Евгений Чагин. Я из города Якутск, из команды Натальи Тимофеевой. Кто я такой? Ну, для начала я расскажу, чем я занимался. Я спортсмен. Больше 20 лет занимаюсь спортом. Я имею в различных силовых видах спорта, в различных направлениях больше 25 медалей. Также я работаю тренером и являюсь наставником в клубе Натальи Тимофеевой. Как я пришел в Арифлейм? Как-то мне раз Наталья предложила попробовать себя в качестве консультанта Арифлейм. На что я сказал, я и Арифлейм. Нет, это не мое. Так как у меня совершенно другое направление. Какой wellness. У меня есть спортпит и так далее, да? Наталья, она, видимо, очень упрямый человек, либо очень тонкий человек и знает, как меня было взять. Она мне сперва предложила коктейль, витамин, батончики. Пошло все дальше, дальше, дальше. Я за всю свою жизнь перепробовал большое-большое количество, там даже не десятки, наверное, а сотни килограмм различного спортивного питания, да, всяких протеиновых коктейлей и батончиков. И также всякие разные витамины, от которых я не понимал, вообще есть толк или нет. И тут вот накануне, как раз-таки, это было ближе к окончанию зимы, у нас намечались соревнования. И я решил пойти на некий такой риск. Да, я уже зарегистрировался, да, так как мне продукция понравилась, да, я стал консультантом, я приобретал для себя. Вот, и я решил все-таки рискнуть на такой эксперимент пойти, да, убрать полностью весь спортпит и заменить его велнесом. На что я сперва, как бы, мой организм немножко не понимал, что происходит, да. Когда я употреблял коктейль, я испытывал какую-то тяжесть, нагрузку, да, значит, мой организм работает, мой организм пытается что-то там переварить, там, и так далее, да. И я обратил внимание на Наталью Тимофееву на тот момент, когда я ее тренировал, мы проходили такая некая программа, называется «8 недель ада». Это выбирается вес на штанге, вот для Натальи мы выбрали вес 25 килограмм. И за 8 недель мы дошли до результата 8 минут непрерывных приседаний, и с этим весом она достигла 170 повторений. Это человек не совсем подготовленный к спорту, да, это обычный человек, я не понимал, в чем вообще ее секрет, и что ли, ну не может же быть такого, что женщина с такой нагрузкой бегает все время на каблуках, какая-то суета, спит по 5-6 часов, и такие результаты, да. А потом оказалось, секрет очень прост, шведский бьюти-комплекс, коктейли, батончики, супы. Я пошел еще на больший эксперимент, я увеличил дозу витаминов бьюти-комплекса, и эффект не заставил долго ждать. В феврале прошли соревнования, среди ветеранов я стал абсолютным чемпионом по классическому жиму-лежу. Через месяц тут же я выиграл чемпионат по бодибилдингу Республики Саха Гран-при проходил, да. Причем все мои соперники, они были порядка на 20-15 лет моложе меня. Мой возраст на то время составлял 41 год. Вот видите, да, фотография. Я был, конечно, сам шокирован, потому что я раньше готовился к таким соревнованиям, и для меня это была какая-то сложность. Убираются углеводы, да, минимальное количество, эксперименты с водой и так далее. В данный момент я с водой даже не экспериментировал, я пил столько, сколько хотел. Я ел углеводы с утра и даже не заморачивался об этом, да. Я просто увеличил дозировку коктейля, который, как выяснилось потом, при дальнейшем глубоком изучении понижает сахар в крови, тем самым выжигая, да, жировую прослойку. Я увеличил батончики и как раз проходила квалификация на Египет. Мне Наталья сказала, я поздравляю сперва, у тебя 6%, потом я поздравляю тебя, у тебя 9%. Я говорю, а что это такое? И тут же мне Наталья начала рассказывать уже о бизнесе, да. На тот момент я пока ничего не понимал, вот. Но она сказала, есть квалификация на Египет. И сказала, ты должен вот стать 15-поцентником, подтвердить это 4 раза, сделать столько-то кьюшек. Я говорю, что такое кьюшка? Что это за звери, с чем его едят? Так вот, когда я все приблизительно понял, я в первом же каталоге, когда зарегистрировался, я сделал 15%. И так до конца квалификации на Египет я шел 15-процентный уровень, да. В один из каталогов я как-то даже, в принципе, не заставил никакой сложности, я продал 86 коробок батончиков. Опять-таки, кому? Это были все мои клиенты, с которыми я работал в зале. Все мои подписчики – это клиенты в моем зале. Практически все. Как я продвигаю wellness? Да это все просто. Видите меня, да? Я также на работе держу у себя коктейли. Вот одни из любимых моих протеиновых коктейлей на данный момент, да. Со мной всегда мои батончики, они со мной везде, они со мной в машине, они у меня дома, они у меня на работе. То есть я их угощаю этими батончиками своих друзей и приятелей. Причем всем очень много, всем понравились эти батончики, да. И когда я говорю, что это Арифлейм, у них округляются глаза, говорят, в смысле Арифлейм? Арифлейм – это же губная помада там и так далее, и так далее. После чего я начинаю объяснять, что это мега-компания с такими объемами, с такими продуктами и так далее. То есть люди не понимают, что Арифлейм с таким ассортиментом продуктов, они привыкли там тушь, помада, румяна и все такое, да. В общем, я продвигаю wellness именно своим примером, именно с собой. Мое утро начинается как ритуал. Я не знаю, кто как продвигает wellness, я не знаю, кто как употребляет wellness. Я вам могу сказать одно. Я просыпаюсь рано утром, кто-то выпивает водичку, да, кто-то что-то там делает. Я перед душем выпиваю порцию коктейля, причем порция коктейля из трех ложек, не из одной, так как мне нужно поддерживать мышечную ткань. Запиваю это все пэком, вернее пэк запиваю коктейлем, после чего иду в душ, принимаю душ, там привожу себя в порядок, съедаю. Нет, пью на молоке, на воде иногда, ну то есть как желание, да, у меня. Вот, могу просто на воде выпить пустой коктейль, да, то есть если хорошая тренировка. Могу пожиже, могу добавить туда банан, в общем, у кого на что, как бы, кто гораздо, да, может это делать. Так вот, после чего я сажусь через полчаса и съедаю грамм 200 гречки. Это обязательно, я не буду говорить, насколько гречка хороша, да, многие, наверное, об этом знают. Вот, после этого я выпиваю натуральный кофе, сваренный в турочке, с двумя батончиками ловоз. И после этого я вроде бы как заряженный, под настроение, я иду на тренировку и занимаюсь два часа. Два часа тружусь в зале, таскаю сотни килограмм и съедаю на тренировке еще два батончика. После тренировки я выпиваю коктейли со спокойной душой и иду в сауну. То есть вот так вот у меня начинается утро. Ну, я не буду рассказывать о всем дне, да, как я употребляю wellness, да. Но после того, как я был на банкете директоров, гостям, да, я увидел масштаб компании. Что это вообще, что за компания это себя представляет. Я побывал на заводе в Ногинске, да. Я, мне удосужилось побывать в Красноярске на семинаре по приглашению Натальи Гришаевой, вот, где я проводил утреннюю зарядку. Я думаю, там сейчас нас слушают люди, которые там были и которым это все понравилось, да. Вот тут я видел вопрос, тут с пользой, да, сколько пэков в день, да. Утром я выпиваю пэк, вечером я делаю сборку, то есть два бьюти-комплекса. Еще добавляю, в день у меня проходит где-то 6-8 капсул омега-3. Омега-3 это вообще бомба, да, то есть много омеги не бывает. И также я дополнительно съедаю минералы и витаминки, а также нашей компании. То есть если так вот все посчитать, это 2,5 пакетика будет где-то приблизительно в день. Так вот, продолжу дальше, да, отвлеклись от темы немножко. В Красноярске, когда я побывал по приглашению Натальи Гришаевой, да, мне удосужилось послушать наших лидеров. Лидеров, как они продвигают вообще бизнес, да, именно я увидел Арифлейм как бизнес. Раньше я был любителем каждого продукта, да, то есть не только Велнос. Также мне понравились крема нашей компании, ароматы, у меня больше 20 ароматов туалетной воды, да. А также все сумочки, все аксессуары, мне все прекрасно, это все, в общем-то, по душе. Но Арифлейм я увидел как бизнес, и сейчас даже вот хочу всем вам сказать, что я даже ушел пока приблизительно на месяц или два в отпуске своего любимого клуба, где я работаю, да, и не один год уже работаю, чтобы продвигать Арифлейм, чтобы именно работать в этом бизнесе, который мне очень нравится. И еще даже вот хочу сказать, я работаю очень давно без остановки, без отпуска, ну, трудоголик, да, есть такие люди, у которых есть такой порог трудоголизм. Так вот, за все это время я никогда никуда не съездил в отпуск. Здесь тоже, дорогие мои, можно быть трудоголиком, но ездить и путешествовать с компанией. Наша компания выводит нас на обучение во всякие разные страны, да, то есть организовывает такие мероприятия такого масштаба, я такого масштаба, если честно, не видел никогда. Вот, первый раз, первый раз я вообще в жизни выехал за границу. И такая организация, да, я вам скажу так, что... Даже сейчас попытаюсь сформулировать такой вопрос, да, вернее, ответ, или вообще сама тема, что... Так, как бы это более так понятно сформулировать. Я готов, готов работать в этой компании столько, сколько нужно будет работать, чтобы стать лидером. То есть, если я в спорте чего-то добился, почему я не могу здесь добиться, да, почему я не могу стать лидером, почему я не могу повести за собой людей. Тем более у нас такая проблема, да, что люди разучились за собой следить. Они, да, крема — это супер, это всё замечательно. Но, дорогие друзья, давайте задумаемся о здоровье. Мне пятый десяток, и я понимаю, как это здоровье важно. Особенно в нашей работе, когда мы мало спим, когда мы много рекрутируем, когда мы много разговариваем, когда мы много даём своей энергии людям. Употребляйте велнос и заводите людей. Как я продвигаю парфюм? Да очень просто, на себе. И я немножко даже пошучу, да, когда мне говорят, ну, у меня вот этот парфюм не нравится. Я говорю, ребят, не забывайте мыться. И тогда всё будет классно. И есть парфюм, который, да, конечно, он идёт. Но есть парфюм, который добавляет ваше здоровое тело к этому парфюму нотки. И тогда он будет супер. Ну, надеюсь, вкратце я вам рассказал о себе, да. И ещё, дорогие мои друзья, вокруг вас очень много людей, к которым вы боитесь подойти. Очень много спортсменов, которые за здоровый образ жизни. Найдите этих людей. И вокруг вас соберутся энергичные люди, которые будут вести за собой других людей. Найдите их. Все спортсмены, все спортсмены думают о здоровье. А теперь я хочу вам пожелать удачи, новых званий. А прежде всего здоровья. Здоровье — это улыбка. А когда улыбка, вокруг вас всегда будет очень много людей. Спасибо.